Хабиб, привет! Мы общались, мне кажется, чуть больше года назад. Расскажи вообще, как у тебя дела, что за этот год произошло, такого, может быть, интересного, важного в твоей жизни? Ну, изменений, конечно, очень много было за год. Человек может сам тоже как личность поменяться, мировоззрение может поменяться, взгляды, повзрослеть может, если голова на плечах. Команда хорошо подвигалась, честно сказать. И с нами очень хорошую работу сделал. Умар, Усман у нас очень хорошо продвинулся там. Ну, честно сказать, за год очень много изменений было. Ну, в лучшую сторону. То есть, в принципе, все по плану, да, я так понимаю, идет? Пока что идем по плану, да. Конечно, были там какие-то моменты тоже, но в общем направление хорошее. И ребята хорошо себя проявляют, как внутри актагона, так и за актагоном. Это тоже очень маловажный фактор для нас. В прошлом году, когда мы с тобой разговаривали, я так понимаю, самый частый вопрос, который тебе задавали, это был по возвращении, про возвращение, да. Сейчас поменьше поутихла уже вот эта вся история. Поменьше ли стали тебе задавать вопросы? Потому что, наверное, явно надоедливый вопрос. Ну, потому что как-то все так не верили до конца, что все-таки ты закончил. Ну, не сказал бы, что поменьше, честно сказать. Каждый раз, когда там в моем весе, скажем так, в бывшем, в моем весе, когда что-то происходит, как это активно, все люди возвращаются ко мне, как обычно. Хабибу надо вернуться, когда вернешься, там бывает куча сообщений, смотрел бой и так далее. Ну, я к этому уже так с пониманием отношусь, потому что ушел на пике, был чемпионом, очень многие до меня, очень многие делали этот трюк. Вот я ухожу, набивали себе цену, ему заплатят, он возвышался. Чуть людей тоже могу понять. Ну, в общем, я к этому с пониманием отношусь. Сейчас как раз, ты вот считаешь, что ты все-таки вовремя завершил, потому что сейчас как раз происходят вот такие ситуации, когда вроде бы бойцы паунд фо паунд, да, там и вот Усман недавно, там Аманда Нунис тоже считалась какой-то непобедимой, они как раз вот за этот год проиграли. Ну, не то, чтобы там за то, что они проиграли, там, я не думаю, я думаю, что просто нам же надо вернуться к тому, что, почему я закончил. У меня же были личные обстоятельства, причины личного характера, связанные с семьей, с отцом. Конечно, я мог бы дальше тоже продолжать. Многие забывают, многие думают, что я просто ушел, там, чтобы выбить себе хороший контракт, побольше денег, что предложили потом вернуться. Нет, такого не было. Это было такое железобетонное решение, которое я вообще не вижу вариантов, как это может измениться. По крайней мере, сейчас я не вижу. А помнишь вообще вот первый разговор после твоей эмоциональной речи, да, ты там говорил про маму. Вот помнишь ваш первый разговор после того, как вы встретились, и что она тебе вообще сказала? Кто? Мама. А, мы никогда это не обсуждали. Я вообще никогда это не обсуждал с мамой. Именно вот этот момент, там, касаемо моей карьеры, возобновления, невозобновления. Но она видела хотя бы это видео? Да, 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 конечно, видела. Она смотрела. Последний бой она смотрела весь. Ну, предыдущие бои, они всегда так проходили там. Какие-то моменты она видела, когда именно вот прямой эфир шел. Ее старались, ну, чтобы она не смотрела. Вот так, да, последний бой я видела, смотрела, но я никогда с ней не обсуждал это. Для кого-то это может показаться странным, там, ну, именно вот последний бой никогда, конечно, были какие-то бои, которые мы там обсуждали, да. Там какие-то моменты, которые ей были интересны. Но последний бой никогда не... Ну, видимо, без слов, да, как-то все было понятно ей уже. Может быть, может быть из-за того, что это такой эмоциональный момент, может, мама не обсуждала. Даже не знаю. Она тоже не спрашивала, а я тоже не рассказывал. Расскажи немножко про вот твою трансформацию из... Ну, ты отрицаешь все равно в интервью, ты, то есть, говоришь, что неправильно называть тебя тренером, да, там, например, вот ребят в каком-то полном формате. Но все равно мне вот интересно, как у вас происходит вот этот вот переход, потому что, ну, буквально недавно ты еще с ними тренировался, да, то есть вы были, ну, в одной лодке, да, вы стремились, у вас были одни цели. Но теперь, я так понимаю, ты все равно занял такую позицию старшего наставника. И насколько сложно вот переключатель вот этот вот, знаешь, нажать, когда вроде как вы там что-то смеялись, там, шутили, да, но теперь тебе надо, наверное, их там пожурить где-то, поругать тоже. Ну, вот как ты упомянул, старший наставник, я думаю, что это будет более близко. Более близко, но как-то называть себя тренером, тогда как я никогда не был их тренером, потому что мы все вместе тренировались, у нас был тренер. А так, я думаю, что это будет близко, что, ну, старший тренер. Конечно, я с ними тренируюсь сейчас тоже. Когда у меня бывает время, я постоянно посещаю залы, или там, когда я вот, например, целый день могу быть занят, вечером могу там кому-то позвонить, чтобы позвать домой, дома побороться. И я думаю, что больше как старший наставник, наверное, потому что я самый старший среди них. И приходится вот инициативу в свои руки брать и контролировать какие-то моменты, потому что я чувствую, что есть много-много моментов, где я могу поделиться своим опытом, своими знаниями. Не обижаются они, ну, потому что я говорю, иногда наверняка приходится их уже там, вот именно с точки зрения старшего товарища как-то, да, может быть, где-то наставить, где-то может даже там прикрикнуть, да, там. Ну, если я, ну, здравомыслящий человек, да, вот, с пониманием, с правильным пониманием жизненных моментов, позиций, он может понять, для чего это все. Ну, мне же это не надо. Это для них, это все для них. Не обижаются. У нас очень хорошая связка в команде, ребята очень хорошие в этом плане, уважительные, воспитанные, уже столько лет уже вместе. Мы так, с полуслова друг друга понимаем. Мы постоянно бываем на связи, у нас есть группа, мы постоянно переписываемся, делимся своими эмоциями, своими какими-то моментами, где-то будет кому-то помощь нужна. Так что в этом плане легко все, у нас хорошая связка. Мы вот вчера буквально разговаривали с Умаром, и он сказал такую интересную вещь, что, ну, ему там отец всякие советы давал, да, в детстве. И он говорит, я только сейчас, когда у меня там появились свои дети, да, ну, и все равно еще там мне отец говорит, тебе еще столько предстоит узнать. Вот у тебя происходят эти вещи, да, потому что, ну, ты рассказывал, что, ну, и в целом это известно, что отец достаточно жестко и тебя там тренировал, да. Ну, смотри, вот, ну, я не думаю, что Умар до конца это понимает. Он, может, какие-то моменты с чем-то сталкивается, но он же на 8 лет младше меня, ему там, 26-27. Я думаю, что он еще ко многим вещам придет со временем. Пока я же был в его возрасте, я тоже так мыслил, я думал, что что-то, что-то я понимаю. И из-за этого я понимаю, что в данный момент я тоже очень многие вещи не понимаю. Потому что, когда тебе 26, 30 и 34, это разные уровни вообще восприятия, все, что творится вокруг тебя. И я думаю, что, ну, сейчас 34 еще даже нету, да, вот, через месяц мне 34, вот, через лет еще 5-6 у меня будет вообще другое восприятие, вообще другое понимание вещей. Я думаю, что, так что Умару еще надо вырасти. Умару еще, ну, он-то уже вырос, так скажем, да, в глазах людей, там, семьянин, отец, уже у него уже двое детей. Ну, по-любому нужно время. Нужно время, когда тебе за 30, это уже чуть по-другому ты смотришь на все вещи. Давай немножко про ислама поговорим. Просто мы как раз последние дни тут ходили, общались даже с его заучим, да, там, в школу ходили. И все характеризуют ислама. А кому ходили? Казим Шервоневич? Да, да. Казим был? Да, он как раз про тебя тоже рассказывал. Да, мы с ним записали интервью, он там очень переживал, говорит, что же я расскажу. Ну, он очень хорошо знает меня, Абубакра и ислама. Да, он нам рассказывал, да, там сказал, что у него была кличка Цинк, типа, такая. Я это не говорил. Это Казим Шервоневич? Да, да, он говорит, а вдруг они обидятся. Нет, это в детстве, слава богу. Да, да, он еще рассказывал, говорит, вот братья Нурмагомедовы, говорит, я помню, говорит, мы даже с учителями из окна смотрели, говорит, у них как вот с утра на пробежку выходят, типа, прям строим, говорит, там старший брат бежит, что-то на аварском, типа, говорит, они там, оп, упражнения, там, говорит, просто сразу понятно было, что что-то получится. Вот можешь ты немножко рассказать, ты же ислама, ну, я так понимаю, не с самого совсем раннего детства знаешь, да, но вот тоже какие-то истории, каким он был раньше. Нет, с раннего, с раннего, Ислам же младший мне на три года. Ислам младший мне на три года еще в школе учился, потом мы, у нас там зал был во дворе, уши в санда, там отец тренировал, там мы иногда на уши в санда ходили, он там тренировался, ну, в каком-то двухтысячных, уже знаю, сколько, 22 года. Я думаю, что это считается с раннего, да, когда ему уже 10-11 лет было. Да, да, но выступал всегда конкурентно способный был, никогда не любил проигрывать. В каких бы дисциплинах не выступал, всегда выиграл, очень хорошо, успешно выступал. В школе он, по-моему, неплохо учился, я честно скажу. Ну, говорят, без троек закончил. Это вроде бы сказал. Ну, вот Казим, нет? Это он сколько класса закончил? Нет, он сказал, что до 11-го учился в роде. 11-го, без троек? Да, ну, может, он, может, прибрал, конечно. Ну, у меня до 7-го были все пятерки, у меня четверки не было. Вот после 7-го у меня чуть-чуть такой спад пошел. Но я по-любому образовывался, старался как-то учить. А вот насчет ислама, я, честно говоря, не знаю, как он учился. Но я знаю, что он не был хулиган. Но если с Абубакром сравнить, как это как небо и земля. Они еще одноклассники. Абубакр за то, что в селение приехало. Его здесь на второй год достали, когда ты в селение в город приезжаешь, потому что там слабое образование в школе. Тебя в тот же класс берут. И в этом плане Абубакр был чуть-чуть тяжелый. Из-за него у нас много передряг было. А ислам такой более дисциплинированный, правильный был. И вот видишь, как учился тоже неплохо. Хотя никогда вот первый раз задумался об этом. Может, есть какая-то история определенная, которую ты расскажешь. Но не обязательно прямо из раннего детства. Но в принципе, которая за все время вашего общения произошла. Которая лучше всех характеризует ислама. Которая могла бы рассказать об исламе, как о человеке. Но вот людям, которые с ним не знакомы, например. Ну, связанность спорта можно. Можно два боя привести. Это можно по любителям. Когда мы в Киеве на чемпионате мира участвовали. Когда ислам проиграл. Там очень многие наши ребята выиграли. Вот 62 килограмма. Чуть-чуть были судейские. Какие-то моменты тоже были. Впротив ислама, который там сыграли. Ну, в общем, к чему я это говорю. Он тогда проиграл. Он очень сильно вернулся после этого. Он выиграл пару раз Россию. Пару раз чемпионат мира. Европу. И по боевому самбо он очень много турниров играл. В определенной жизненной ситуации ислама. Как бы ты можешь познать человека, когда ты видишь, что он. Когда человек хорошо себя чувствует, комфортно. Ты не можешь понять, кто он. По сути, да. Вот ислам, когда попадал в эти моменты. Когда он проигрывал. Он очень сильно всегда возвращался. И то же самое можно привести. Пример в UFC. Когда у него был вот этот неудачный бой. Но после этого ислам на протяжении 7 лет доминирует в UFC. Он не просто выигрывает. Он доминирует. И это факт. Это о многом говорит о человеке. Когда человек попадает в тяжелый момент, и он возвращается. То есть его это все не сломило. Как ты думаешь, сможет он вернуться в плане рэкбола после сегодняшнего поражения утреннего? Ислам, это между нами. Оставлюсь. Он вытащил то, что в зале было. Ну, сегодня ты же видел. У нас серьезная команда. Я, Амру, Суман и Шара. Ислам, Мамедов, Махачев, Абубакар, Омар. Что кто-то был? Что кто-то был? А, имам Шафи. Кто-то, да. Ну, мы ему дадим реванш через годик. Мы уже два. А правда, что Ислам был любимым учеником твоего отца? Я думаю, что в тройку как минимум ходил. Были ребята, которые там... Ну, я, например, учеников на протяжении 20 лет я наблюдал. Очень многие приходили, уходили, проходили, выходили. И менялись там залы у нас. Постоянно кочевали. И, ну, Джаникита такой костяк оставался один и тот же. Ну, Ислам, вот, сто процентов ходил в топ-3. И отец очень сильно верил в него. Ну, наверное, я думаю, что отец, наверное, видел в нем вот этот потенциал. Трудолюбие, дисциплину, а это же очень немаловажный фактор. Когда ты чего-то хочешь и потом следуешь этому, не отвлекаясь на какие-то моменты. В этом плане Ислам был очень хорош. И вот сейчас мы сами видим, через какое-то время он будет драться за пояс UFC. Мы вот у всех тоже спрашивали, ребят, ты последний остался. Вот можешь ответить на вопрос, почему Ислам станет чемпионом UFC? Ну, во-первых, навыки. Я считаю, что по навыкам Ислам лучше, чем Оливера. Во-вторых, любительская карьера огромная. По разным видам спорта очень много конкурировал. В-третьих, пик его. Ислам сейчас на пике. Исламу не 26, не 27 или не 23. Исламу 30 лет. После боя, там, через неделю ему будет 31 год. Это самое хорошее время для любого спортсмена, любого атлета. Это время, когда ты должен соединяться ментально и физически. Твое состояние должно соединяться. Бывает иногда, там, ментально ты выше, но физика ушла, да, физическое состояние. Или бывает физическое состояние у тебя, там, ты так поспел, там, когда тебе 27, но ментально ты еще не поспел, потому что тебе только 27, тебе не 31, да. Вот сейчас у Ислама такой пик. И я считаю, что по всем навыкам Ислам лучше, ну, конечно, есть определенные опасные моменты, над которыми мы работаем, где Исламу нужно опасаться, где Исламу нужно быть осторожным. А так, в общем, Ислам должен его пройти катком. Это мое такое сугубо личное мнение. Может, это кому-то, может, не понравится, но, опять-таки, я просто высказываю свое мнение, и люди, некоторые думают, что это неуважение, я здесь никакого неуважения не вижу, и 22 октября мы просто хотим его пройти. А что дальше, вот после завоевания этого пояса? Потому что, ну, вот, такое ощущение, что как раз та вещь, про которую говорил, например, Неправильный вопрос с твоей стороны. Неправильный? Да, неправильный вопрос. Почему? Потому что Ислам сейчас будет драться против Pound for Pound, второго номера в мире. Да, да. Я так понимаю, что план сейчас поехать в Эмираты, да, вот, то есть, какой вообще план на конец подготовки? Ну, за 40 дней до боя мы будем в Эмиратах, а сейчас будем здесь, дома готовиться пока. А вообще, кто сейчас, вот, основной спарринг-партнер? Ты с ним, ну, вот, когда бывает, там, время, да? Ну, нет, сейчас самый основной спарринг-партнер, это в зале бывает, ну, там очень много ребят, в зале молодых, голодных, мы постоянно общаемся, спарринг, там есть ударники, есть грэпплеры, ну, в общем, в ММА такие спарринг-партнеры, я думаю, там, Абубакар, Сагид, Изакан Хмайев, Гаджир Абаданов, Усман, есть Амру, есть там тайцы, есть ребята, ну, очень много ребят. У нас в зале, вот, именно вот нашего веса, я думаю, там, какому-то залу в мире тяжело будет с нами сравниться. Именно вот 70-77, там 84, у нас 34 очень хороших ребят, там 66. Ну, тяжело у нас в зале, как таковых, нету, есть там 1-2 проспекта, ну, в общем, вот такие маленькие веса, у нас огромное количество бойцов, огромное, я это имею в виду, когда у тебя в зале топовых 20-25 человек, это огромное количество. Бывает в зале, там, топовых 3-4, там, остальные все набирают на них. Ну, в этом плане у Ислама очень большой выбор. Ну, если не говорить, что дальше про Ислама, вот, что дальше для тебя? Потому что ты говоришь, что ты не, ну, не являешься полноценным тренером для них, ну, и, в принципе, если говорить про вот ребят, которые сейчас, там, Умар, Усман, да, они все равно ученики именно твоего отца. А вот не было ли у тебя такого желания именно вот самому, может быть, там, нескольких каких-то ребят, вот, везти как тренер с детства? Да, я и так их веду, и так их много. Их же тоже надо сделать успешным. И так я, ну, не было, пока что не было. Я не хочу просто себя за, так скажем, ограничить только тренерством. Мне нужно заниматься более серьезными вещами. А ты чувствуешь вообще на себе какую-то, вот, не знаю, социальную ответственность, да, потому что ты явно, ну, наверное, в Дагестане, по крайней мере, да, ну, и в России, там, одна из самых, если там, не самая влиятельная фигура, вот, если говорить как раз не о тренерском, чем-то, вот, в каких направлениях ты бы хотел, ну, что-то донести людям, что-то хорошее, вот, сделать в этом плане, оставить после себя след какой? Ну, глупый человек может в таком положении не чувствовать социальную ответственность. Конечно, чувствую. Бывают определенные моменты, которые я должен контролировать. Ну, может быть, даже вот эта вся популярность, она же может человека изнутри тоже поменять. Может быть, я стал такой более закрытым или... Ну, я вообще не посвящаю, там, общественные мероприятия, например, какие-то там, вот, бывают, там, близкие, там, зовут на свадьбу, там, или куда-то я стараюсь не ходить. За последние, там, пять лет, можно вспомнить, наверное, там, на пальцах, на каких свадьбах, например, я был, хотя столько близких женились. И просто у меня, знаете, как бы, я поехал, точнее, полетел, прилетел дома. И самое хорошее для меня место, это когда дом. Похожу, иногда бывает, там, две, три, четыре сутки, просто не выходишь дома. Просто находишься в доме. Социальная ответственность, да, чувствуется. Огромная. Она даже иногда давит. Но в какой-то мере, в какой-то степени я уже к этому привык. И когда человек, когда у него есть принятие, да, когда он понимает, что есть определенный момент, и тебе надо с этим смириться, привыкнуть и двигаться, вот, с этой ситуацией, вот тогда тебе легче становится. Некоторые люди бывают, не осознают, не осознают, говорят, что-то делают, попадают в какие-то там неприятности, какие-то неправильные моменты. Ну, я стараюсь, да, чтобы этих моментов, чтобы не было. Как справляешься вообще? Потому что, ну, ты, мне кажется, достаточно эмоциональный человек. Вот бывает такое, что когда, знаешь, до предела уже доходит, и ты думаешь, господи, как мне надоело. Я же вроде, там, не знаю, простой парень, да. Ну, вот теперь я под таким прессом, от которого никуда не деться. Ну, то есть, это как бы проблема в том, что это никогда не закончится еще. Ну, знаешь, как, вот вопрос, да, вот, как справляешься. Если бы я бы, вот, боролся бы с таким, как я, вот, например, внутренним плохим человеком, я думаю, что за 34 года по-любому где-то были бы какие-то там отсечки или там еще что-то. Ну, я просто думаю, что я, наверное, такой сам по себе человек. Просто я сам по себе, и мне не надо ни с кем бороться, ни с какими, ни какие-то там маски одевать. Я думаю, что я просто сам по себе такой человек. Бывает у меня, ну, точнее, бывали, да, вот, когда у Мара в возрасте, что-то, 27-28, по-любому, когда еще не осознаешь, еще, может быть, не до конца повзрослел, какие-то высказывания, какие-то слова там. Вот иногда бывает, я там пересматриваю, я там смотрю, там. Я считаю, что для этого всего нужно просто повзрослеть, и ты можешь понять, оглядываясь назад, где ты сделал ошибку, где не сделал, где надо было по-другому сделать. Но без вот этих моментов тоже ты не пришел бы, да, к тому, к чему ты пришел. Очень многие же ребята думают, что вот, например, вот они добились каких-то успехов, а вот эти неудачи, если бы не были бы, вот было бы все хорошо. Но они не понимают, что именно вот из-за этих неудач, из-за этих каких-то там падений, которые они так считают, что были бы, ну, которые в их жизни не должно было быть, что они туда пришли, нет. Они пришли туда только из-за того, что вот они совершали ошибки, исправлялись, улучшались, и они и по жизни тоже они улучшались. То есть должны быть какие-то моменты в жизни, где ты должен думать, вот не надо было так делать, вот надо было вот так делать. Это и есть развитие. Если у тебя все хорошо в жизни. Ну, так не бывает. Так не бывает просто. Если у тебя все хорошо, что ты и учиться тоже не будешь. Да, согласен. Может, есть у тебя пример какой-то, вот, ну, какого-то поступка из прошлого? Ну, их много. Их очень много там. Может быть, они даже будут еще больше появляться в моих мыслях. Там, с течением времени, например, через пару лет, может быть, их больше станет. Может быть, какие-то моменты, которые я сейчас делаю или не делаю, через пару лет мне покажется, что это, ну, это может мне показаться странным. Мы же развиваемся. Ну, без этого никуда, понятно. Мы растем, век живи, век учусь. А вот ты как считаешь, ты сказал, что популярность тебя сделала менее закрытым, но вообще поменяла как-то тебя? Ну, понятно, что это самому, наверное, человеку сложно в полной мере оценить. Но вот все равно твое мнение интересно выслушать. Как ты думаешь? Как ты все-таки, вот, допустим, представим, там, Хабиб десятилетней давности и Хабиб сейчас именно за счет такой вот стремительного роста внимания к твоей персоне? Как ты считаешь, что это все-таки? Что поменялось? Ну, в тебе что-то поменялось, кроме того, что ты стал более закрытым. Как-то оказало это влияние именно там на твою личность, на твой, там, не знаю, способ мышления? Более закрытым в чем, например? Ну, ты сказал, что ты стал более закрытым, да. Более закрытым. Ну, может быть, ну, знаешь, просто говорят, что, типа, популярность меняет людей. То есть, вот, он был такой, там, простой парень, а потом стал, ну, не знаю, там, мол, зазнался. Ну, такая некая звездная болезнь. Вот ты как считаешь, у тебя было в какой-то момент вообще времени хотя бы это? И там удалось ли тебе это победить, если да? Да, мне же это тяжело анализировать, потому что то, что ты говоришь, звездная болезнь, это же со стороны видится. Так я же тебе и сказал. По-любому, даже люди, которые болеют звездной болезнью, они не считают, что они болеют. Потому что у каждого человека своя правда, там, да, свой взгляд на определенный, там, даже вот на этот диван мы смотрим с разных углов, ты оттуда и отсюда мы по-разному это все видим. У каждого свое мнение, даже не знаю, ну, вроде бы мне это никто не говорил, может быть, может лицо не говорили, такое же тоже может быть. Бывало, там, например, да, я там с ребятами дружил, я потом, ну, как бывает, там, шутки, там, юмор, там, и так далее. Я потом понимал, что вот эти люди, которые, с которыми я мог шутить, например, пару лет назад, они уже реагируют на мои шутки по-другому, потому что я стал более популярным. Они уже чуть-чуть близко к сердцу принимают. Я такой, ну, хотя я ничего плохого, например, мог бы и не иметь в виду, как я с ним шутил. Для меня-то он такой же, который был пару лет назад. Отношение, то есть, скорее, отношение других людей. Да-да-да, а для них-то я чуть-чуть поменялся, и вот неосознавание этого приводило к тому, что я принимал решение, что оно очень не стоит. Я так, я сам чувствительный, я очень сильно чувствую людей. И понимал, что не-не-не, они-то на меня по-другому смотрят, так что я чуть-чуть буду чуть-чуть по-другому. Может быть, расскажешь какую-то забавную историю тоже из вашего кемпа. Наверняка у вас там есть такой ящик Пандоры, смешных забавных историй. Ну, вот сегодня утром вы сами были в зале, мне Шара мне недавно писал голосовой, походу. Оба ислама на него нападали. Да. Он говорит, давай, да, приходи в зал, надоели, они мне говорят, каждый меня выигрывает регби. А он очень хорошо играет и не любит регби, проигрывает, кстати. Я говорю, я тебя найду, будь готов. Я аккуратно ему написал, он даже что сделал, у него же брат хорошо играет, младший тоже. Он даже младшему брату не сказал, что он идет регби играть, чтобы он против нас не играл. Мы пришли, поделили команду, они говорят, Шара, а где младший брат? Он говорит, ты понял, что организовал, да? Да, да, организовали, аккуратно подвели к тому, чтобы мы выиграли. Так что сегодня вот ты сам видел, какая остановка была в зале. А что вообще за спорт? То есть я недавно узнал, что там реально соревнования есть. Есть, есть регбол, там ты с мячом бежишь, там. Кто это придумал? Не надо как об землю, как профессиональные баскетболисты бить, ты там можешь бороться. Ну, как я знаю, но лет 30 ее как минимум играют у нас в Дагестане. Это все началось, если я не ошибаюсь, с Вольников. Они вместо разминки делились на команду, там, и мячом. Самое, можешь все, что хочешь сделать, ну, конечно, есть определенные правила, но главное забить, ты можешь и бороться, и бросать. Оттуда началось, там, и вот уже целые соревнования организовывают. Если не ошибаюсь, хотят федерацию открыть, я слышал. Так, такой интересный, интересный вид спорта. Да, давай немножко поговорим про, ну, вот, Ислам, он уже на подходе к титулу, давай немножко поговорим про, вот, совсем, такой, new generation. Можешь немножко рассказать, ну, вот, кто, на твой взгляд, следующий на очереди именно из вашей команды на завоевание титулов? Есть, ребята, есть, если по именам назвать, как я вижу, это в 61, это Ринат Ховалов, у нас очень хорошо идет. У него свадьба сегодня. Сегодня свадьба, кстати, вот, видишь, ну, я-то ему, он меня приглашал, конечно, но я пойду у него испортиться, ну, лучше я не пойду. Это вот Ринат Ховалов очень хорошо идет, есть, как я вижу, очень большой потенциал, у него там, по-моему, 4 или 5 боев. Амру Магомедов очень хорошо бьет, очень хорошо борется, молодой, он даже еще младше Усмана на год. Ну, я думаю, что где-то через год-полтора он должен начать сверкать, где-то на горизонте. Есть Шабан Алхасов, 6 или 7-0, очень хорошо идет. Вот недавно крепко, очень хорошего пацана он убрал в первом же раунде. Много ребят, где-то 8-10 таких молодых, крепких и голодных, это самое главное. Вот они реально, вот я вот смотрю, вижу, общаюсь с ними, у них прям глаза горят. Ну, иногда себя так видишь в них. Так что молодое поколение сильно растет. А как ты думаешь, как они вот себя мотивируют, потому что, ну, вот у тебя, например, была другая абсолютно ситуация, да, то есть тогда еще, в принципе, никто и в России не знал, что там, где. У них сейчас, ну, не то, что там все условия, да, но все равно, то есть уже и плюс, там, если мы говорим про Умара, Усмана, там фамилия Нурмагомедов, она, в принципе, сама по себе накладывает определенные какие-то обязательства и внимание. Вот как ты думаешь, как они себя мотивируют в такой ситуации? Ну, есть в зале же есть примеры, которые там хорошо выступают, выигрывают. Там в том числе я, потом там другие наши ребята, которые уже в топах, в одной из лучших организаций мира выступают. Я думаю, они смотрят, пример берут, сами хотят. Я думаю, что, ну, много факторов. Где-то деньги, где-то просто хотят подзаработать. Я думаю, что, ну, много факторов. У каждого там свои какие-то моменты, свои какие-то приоритеты. Так что и в зале у нас созданы все условия. Если ты выигрываешь, хорошо идешь, мы сразу предоставляем там спонсорские контракты, чтобы он ничем не другим, чтобы не отвлекался, чтобы работу не искал, чтобы где можно подзаработать. Потому что почти все они там уже семейные ребята, там у нас практически нету там неженатых, да. Почти все женатые, там даже вот с 22-23 года они уже родителями стали. Некая такая платформа, да, у нас образовала, где человек может прийти и реализоваться там. Как спортсмен, заработать, стать независимым там от каких-то работ, чтобы он не отвлекался и чтобы он двигался чисто по карьерной лестнице. А вот интересно, ты проводишь какие-то беседы? Ну, например, вот я тоже с Умаром разговаривал. И, ну, у нас основная тема была, что вот насколько фамилия Нурмагомедов там на тебя давит. Ты вообще с ними как-то общаешься на эту тему, что типа ребята нужно, мол, оправдывать фамилию там, ну или может быть, нет? Нет, именно вот насчет фамилии у нас никогда не бывает общения. Вот и Нурмагомедов, ты там что-то должен. Нет, у нас есть там братские, дружеские такие отношения. И не обязательно быть Нурмагомедовым, чтобы вести себя хорошо. Для этого у нас есть другая мотивация. В первую очередь мы как мусульмане должны вести себя хорошо, правильно. Потому что очень много ребят смотрят, там они в зале у нас. Ребята, они же популярны. Ну, если даже они не такие, как я, например, популярны по всему миру, да? Ну, на местном уровне их уже знают, и какие-то косяки мы жестко порицаем. Потому что я же тоже могу начать, как говорится, какие-то неправильные вещи. Для этого у нас есть вот этот наш круг, наш зал, ребята, дружба. Чтобы мы могли друг друга наставлять, потому что никто же не сохранен от этих моментов. Так что мы, когда вот старший, младший у нас очень сильно почитается, да? И мы стараемся, чтобы с русла не выходили. Вот идет речка, да? Вот бывают где-то какие-то моменты, может вытекать. Значит, мы резко так подправляем. Поделись немножко новостями про свои какие-то бизнес-успехи. Как там? Я не помню, вот, по-моему, Ислам тоже говорил, что у тебя есть какой-то бизнес с огурцами. Нет, с огурцами я начинал, я сейчас перерос. Да? Во что? Ну, смотрите, ну, есть у меня парники там, или там еще там, какие-то моменты, которые связаны с сельским хозяйством. Но я на это не смотрю, как на заработок. Там у меня, как говорится, близкие люди получают опыт, они работают там. Потому что человек, когда ничем не занимается, он ничему не учится. Он должен заниматься где-то, делать ошибки, вставать, падать. И за эти моменты я передаю там определенным там близким, там, братьям, родственникам, там, друзья, они ведут это все. И я, конечно, стараюсь контролировать, потому что, чтобы все бесхозно не было. И на этом они учатся. Ну, вот есть брат, например, он уже 6 лет уже занимается там одним моим проектом. Но я вижу, что он уже вырос на начале, какой он был, и сейчас, да, вот это, так как небо и земля. В этом плане у меня есть приоритетные бизнесы, которыми я сам лично занимаюсь. Есть, ну, я называю их так, второстепенные, да, вот, обочина. Если даже он будет проград, мне там главное, чтобы человек, как специалист, учился. И, например, в будущем, если я какой-то бизнес построю большой, мне же там нужны будут специалисты, я могу его уже туда уже перебросить. А тот момент, да, определенный бизнес, который у него был, можно другого поставить, чтобы он там учился. Ну, я как-то так на это все смотрю. Ты, в принципе, говорил, что вот в последний год осознал, что из тебя получается достаточно хороший бизнесмен. Насколько вообще отличается вот именно вся вот спортивная история, да, с ведением бизнеса? Насколько тебе было сложно переключиться? И, может быть, есть какие-то, как раз, наоборот, схожести, которые тебе в спорте сильно там помогли, и ты их употребил, соответственно, дальше уже? Не знаю, может быть, это из-за спорта, может, это, ну, конечно, это в первую очередь. Я на это смотрю, как на дар от сегодняшнего, кому-то дает, кому-то не дает. И это абсолютно не значит, что ты вот такой великий. Нет, просто тебе дал сегодняшний. Там есть же люди, которые практически незаслуженно, да, вот, если так смотреть, в прямом смысле этого слова, которые незаслуженно заработали очень много денег. Есть же таких, мы массу примеров знаем. А есть люди, которые всю жизнь пахали, но ничего не заработали. Ну, хотя они заслуживали большего. Это нам так кажется. Но распределяет, это все дает, мы это называем риск, это все от Всевышнего. Он кому-то дает, кому-то не дает. Насчет того, что там, что я думал, что я понял, что я хороший бизнесмен, это я имел к тому, что последние, ну, три года возьмем, ну, я где-то, ну, где-то четыре бизнеса мы с нуля подняли. И, ну, такая, некая такая радость. Знаешь, как не было бизнеса, да, я начал этим заниматься там, и мы уже бизнес-то, не сказать, что он прям нереальный, ну, очень многие люди, где даже не верили, ну, алхамдуля, мы подняли, двигаемся дальше. Есть маленькие проекты, и стараемся что-то делать. А какой твой любимый? Можешь поделиться чуть-чуть, похвастаться, может быть, чуть-чуть совсем? Не, не могу. Лучше-лучше не буду делиться. Потому что, ну, есть там определенные. Ну, я знаю. Не, ну, может быть, самый, знаешь, проект, который просто, ну, бизнес, это же про деньги в первую очередь, но все равно, мне кажется, это классно, когда совпадает, вот что-то, что вот прям душа радуется у тебя. Есть какое-то вот занятие? Есть. Ты не расскажешь? Да. Ну, в следующем интервью хотя бы, может быть. Если точку зрения поменяю, расскажу. Сейчас не хочу. Да, есть, конечно, но не хочу рассказать. Ну, давай под конец поговорим про, в принципе, индустрию ММА. Интересно просто твое мнение выслушать. Сейчас вот многие высказывают такое мнение, что, в принципе, индустрия ММА, она чуть вот поднялась до пика, да, и сейчас чуть вот стагнирует. Вот ты, как считаешь, согласен вообще с этим, что сейчас уже как-то нету, ну, не знаю, таких что ли громких боев, имен там и так далее. Ну, я с этим не согласен лично, но вот интересно твое мнение выслушать. Может, из-за того, что мне это может показаться так, что, может, у меня так как-то погас вот этот огонь в сторону вот этого, может быть. А может, может, из-за другого, но мне кажется, что, да, чуть-чуть, ММА чуть-чуть, они подсели. Ну, мне так кажется, может, я ошибаюсь. У каждого же своя колокольная. Ну, я думаю, что, я думаю, что погас, я думаю, что чуть-чуть такой спад есть. Ну, всегда найдутся звезды, они всегда будут, они появятся по-любому. PR-машина, UFC-PR-машина, она очень мощная, что они говорят, за эти почти 30 лет они создали очень мощную PR-машину. Они смогут, я думаю, зажечь. Ну, я скажу, что, как, ну, лично, ну, я уже практически не просыпаюсь по-трам, не смотрю. Ну, я так понял, вот ты только на Усмана, да, наверное, ну, потому что... На Камору Усмана, да, я... Да, этот бой для меня был очень интересный. Я просто вот сильно хотел, чтобы он побил рекорд. Я не знаю, почему. У меня вот такое очень большое желание было. Я вот хотел, чтобы он побил рекорд от Андерсона Сильева. Вот я хотел потом, ну, может, за то, что у меня так... Хорошее отношение с ним, может, из-за этого. Ну, я сильно хотел, чтобы он побил этот рекорд. Ну, получилось, как получилось. Ну, да, минуты не хватило. Ну, практически не просыпаюсь по утрам на такие бои. Ну, вот я проснулся на Усмана. Если крайний раз смотреть, когда я проснулся на бой, зато... Ну, когда тебе интересно, ты просыпаешься. Скажу, скажу... Знаешь, какой бой был? По-моему, в этом году один или два раза было. Вспомни, какие были интересные бои. Ну, типа, много, не знаю. Может, тяжи, нет? Какой вес хотя бы? Они же не в этом году дрались. Нгану и... Нгану-ган в этом году вроде дрались. В этом году. На этот бой я проснулся. А, вот видишь, я угадал. Нгану-ган и еще был какой-то бой. Ну, может... Не, ну, по-моему, в этом. А, Петр Ян. Петр Ян. Петр Ян, стерлинг, я проснулся. Я смотрел этот бой. Ну, я не мог это пропустить. Мне это было просто очень интересно. Петр Ян, стерлинг, Нгану-ган. Еще. Еще был какой-то бой. Вот я не могу пожить 65, возьмем 57. Ну, кто там этого... А, ну, ты, наверное, в Штатах тогда еще был. Кто? А, Десанья был? Ну, я думаю, знаешь, какой бой я не пропустил. Проснулся. Я просто там присутствовал. Я смотрю, мне довелось это видеть в живую. Давай по весам так легче будет, если по весам смотреть. 125. Нет, наверное, да. 135 тоже, но у стерлинг, окей, 93. А, ну, про Хаску тоже нет, да? Ну, ладно. Повторим, повторим можно. А Десанья, Пирейра, я проснулся. Ага. Я так думаю, что очень интересно. Ну, для Абу-Даби просыпаться не надо. В любом случае. Самые, самые интересные. Главное, что в нашей не спали. Главное, что в нашей там не уснули. Не-не-не-не, там все нормально будет. Ну, типа, это еще по-нашему, по-нашему времени. Я вот хотел про легкий вес как раз спросить. Просто Ислам, да, он сейчас там имеет возможность забрать пояс, но там дальше на очереди очень много ребят именно из СНГ. Никого не вижу. Есть два человека. Да? Есть два человека. Это Дарьюш и Гамрот. Гамрот, Дарьюш. Победитель 100% заслуживает боя за пояс. Ну, если, например, Физи выиграл бы Дарьюша, он тоже, наверное, я думаю, заслужил бы. Но так как у Физиева нету боя, и он, я думаю, что очень близок. Я думаю, если Физи выиграет, я не знаю, там, то уже Гейджи. Да, кстати, вот хотел спросить, там ходят активные слухи, что думаешь вообще про вот такое противостояние? Для Гейджи, ну, так себе бой. С его стороны, если смотреть, ну, выиграет он Физиева. Ну, неплохо, но не так прям. А для Физиева, конечно, это огромный шаг. Огромный шаг будет. Для Физиева это очень хороший бой. Но Гамрот, Дарьюш, для меня это очень интересно. Ну, а что вот стилистически думаешь про Физиев и Гейджи? Ну, потому что они оба такие рубаки. Как вообще ты, ну, если бы тебя спросили прогноз? Я знаю, что ты не очень любишь прогнозы. Вот сейчас, я думаю, Физиев. Я так думаю. 51-49 или там 60-40. Называйте, как хотите, я думаю, что, ну, Физиев, я думаю, выиграет. Не могу не спросить, потому что у вас такая история, богатая, да, там, с Тони. Он сейчас, ты видел, может быть, да, возвращается в... Ну, он будет драться в полусреднем. Что вообще думаешь повелось перспективой? Ну, время ушло, ее никто не сможет вернуть. Ни Хабиба, ни Тони, никто. У нас было свое время, оно ушло. Ну, он продолжает драться, но, как бы, деньги же нужны. В Америке по счетам платить надо. И все, что он выиграл, я даже, думаю, с уверенностью могу сказать. Да, так как он калифорниец, так как я знаю всех калифорнийских бойцов практически, да, они платят, по-моему, 40-40 или 45. Ну, все, что он выиграл с Миннесой, половина, оно уходит. По-любому надо. Я думаю, что он вот сейчас дальше дерется и за денег, и за счетов, и за налогов. У него семья, по-моему, даже двое детей. Я думаю, ну, я его не виню, ну, просто она не проходит обратно. Когда время уходит, она тебя не спрашивает, как тебя зовут. Субтитры сделал DimaTorzok